В этой маленькой коробке отнюдь не подарок. В ней хранится бумага стоимостью в миллионы. А если быть точным, новый продукт казахстанских банков – депозитный сертификат. Нет, это не договор на открытие накопительного счета, а документ, который можно купить в финансовой организации и продать ей же через некоторое время. При этом есть возможность заработать больше, чем на депозите. Минимальная сумма выпуска – это 5 миллионов тенге. Также есть сертификаты стоимостью 10, 20 и 100 миллионов тенге. Срок обращения сертификата – 13 месяцев. Депозитные сертификаты выпускаются только в тенге, но индексируются с курсом доллара. Минимальную стоимость бумаги и срок обращения устанавливает банк. При этом, по словам экономистов, такая инвестиция принесет клиенту гораздо больше прибыли, чем обычный валютный склад. То есть за год на цену бумагу может набежать кругленькая сумма – до 6% годовых, тогда как на инвалютном депозите накопится всего 1,5%. Выпустив сегодня сертификат в тенге, он привязывается к сегодняшнему курсу доллара. Когда подойдет срок гашения через 13 месяцев, клиент получает стоимость сертификата в тенге уже по тому курсу, который сложится через 13 месяцев. Дополнительно к этому клиент получает 5% вознаграждения. Аналитики, впрочем, предостерегают. Привязка к курсу доллара, говорят, один из самых опасных рисков. То есть это не инструмент для получения выгоды на разницу стоимости валют, а альтернатива к вкладам. Поэтому вместе с долларом может подешеветь и сам сертификат. А в случае, если банк подъявит о своем закрытии, вернуть свои деньги клиентам будет очень тяжело. Риски есть в том, что депозитный сертификат, грубо говоря, это долговая расписка банка. И она не гарантирована фондом гарантирования депозитов. Потому что это все-таки не депозит, это долговая бумага. Депозитный сертификат был признан Национальным банком ценной бумагой еще 17 лет назад. Но, по словам экспертов, пользоваться спросом среди казахстанцев стал с ростом цены на доллар.